И так как сейчас начинается новый учебный год, 1 сентября, наши дети пойдут в школу, в университет, хотелось бы поговорить об этом сначала, то есть бывает такое, что наши дети на сегодняшний день не разбираются, в телефоне уберёте, как папа, вот так вот сюда надо зайти, вот это нужно сделать, так отправить, чётко знает компьютер, чётко знает телефон, как там скачивать, как звонить, как отправлять. Ну, основные вещи, которые мы должны своим детям дать, они не знают, как брать правильное поведение, или если прежде он уносит его носки, потом снял носки, нужно ли ему заново излог или нет, или если излог оказался где-то, не знает, где находится Гиблия, как читать намаз, в какую сторону, если он прочитал в другую сторону, потом понял, что неправильно прочитал, нужно ли ему перечитывать и нет, вот эти основные вещи, это называется недоторный пият, из необходимых знаний для каждого верующего. Об этом, к сожалению, мало кто знает, аль-хамдабилля, поэтому мы должны, самое главное для вас знаний своим детям, это религия Аллаху Субхамилу, самое основное знание, мы должны объяснять им единобожие, должны объяснять им нашу религию, разъяснять своим детям. И сейчас вот начинается учебный год, хотелось бы посмотреть, как вообще Рок Мухаммад, салаллаху, обучал своих спорежников, как он говорил и из чего начинал, об этом на мааде рассказать, какой был тиран, или на ли, салаллаху, аль-хамдабилля, асхаби, как Рок Мухаммад, салаллаху, бьем себя со своими расподвижниками, и на хутбе уже вкратце разъяснить основные столбы, основные столбы слов витино Божи, Когда Аллах Субхану А.С. То есть сахабы раньше, Бауду Расул Субхану А.С. Сахабы, Бауду Расул Субхану А.С. Первое, с чего начинал хорок Мухаммад Субхану А.С. Это важно для каждого из нас. Почему? Потому что наша религия это Амали. Это доверил нам Аллах Субхану А.С. И если взять пророков, которые были долго с нами, Амалих Субхану А.С. Обязаны были призывать к Аллаху Субхану А.С. Только пророки, только посланники. Однако из нас каждый должен призывать людей к благому, призывать людей к единобожим, призывать людей к поклонению одному Создателю, одному Аллаху Субхану А.С. Хаскал Ракмам А.С. Данесите обо мне хотя бы одно знамение, один аят. И сахабы, говорит Аллаху А.С. Они старались, дабы получить правильное знание, и после того, как получили, они практиковали свою жизнь и обучали это другим. Поэтому сказал Ракмам А.С. Амалих Субхану А.С. Хайру Кур. И нанки аминь бур'ана 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 бур'ана. Моил лучший из вас тот, кто изучал Кур'ана, обучал роду к нему. Не зубрил Кур'ана, а обучал Кур'ана. Туда входит и чтение, и наизусть заучение, и тассир, и арабский язык, табы, таджуыд, насиха к нюссух, то есть аят веди, аспабы лизуу, аминь бур'ана бурьана, и кто его обучался, обучал роду к нему. Это самое лучшее из друзей, сказал Ракмухаммад, Субхану А.С. И Проб Мухаммад начинал свой призыв, как и каждый пророк, с «ЛА ИЛАХ ИДАЛЛАХ», многие знают «ЛА ИЛАХ ИДАЛЛАХ», часто повторяют «ЛА ИЛАХ ИДАЛЛАХ», но так глубокий смысл об этом мы расскажем вкратце начало на футбе. Но Проб Мухаммад, саллалл besch odpowазал со свои solve, и отправлял в Йемен, когда пошел в Йемен, он подошел к Проб Мухаммад, саллалл, прежде чем, во Напрадmotru, Пыстаник Аллаха, показал ему свою любовь по отношению к Йемену и сказал, «Валлахи вилла ухиука, яму'аад» Три раза повторил Аллаху Мухаммаду С.А. Он сделал его руку в своей руке «Валлахи я тебя люблю, Му'аад» Представляете сердце Му'ааду и Джаббан? «Ташкакман, Субханам» «Поставь Аллаху С.А. и сказал, что я тебя люблю, Субханам» Когда ребенок подходит и говорит, «Папа, я тебя люблю» Или «Когда сын говорит своей маме, я тебя люблю» Или «Мама говорит своему ребенку» То есть как радость наполняется сердцем А тут Прабху Мухаммад С.А. «Я тебя люблю, Му'аад» И потом он сказал, «Я Му'аад» Ты отправляешься в местность Ахмин-Китар Там, где живут люди в Писании Он спросил, «Бемя, дали руку, у меня Расулова» Чего их призывать в послании Аллаха? Прабху Мухаммад С.А. «Поди руку, иля, 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 иля Аллах» Призываю их к «Иля, иля, 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 иля Аллах» В тот момент, уже когда Мухаммад С.А. Приказал молиться Намаз уже был фарт Пост был фарт Закат Но однако здесь Вот этот Манхан С.А.А. Именно пример Руку Мухаммад С.А.А. Показывает нам, что Перед тем, как что-то разрушить Нужно что-то построить Это одно из правил Одно из правил Одно из правил То есть человек живет Например, в однокомной квартире Там старой квартире Крушок, и ты разрушаешь его дом Да он будет, вроде бы, самым таким Изъятым врагом Но однако, если ты ему хороший дом в начале построишь Потом снесешь Тогда Аль-Хм, Дал Приказало им пять раз дель молиться. Если уже начнут молиться, объяснили то, что Аллах приказал им выплачивать закат, который берется от богатых и возвращается. Не дается, а возвращается к бедным. Поэтому когда у человека прошло время выплачивать закат, и он здесь раздумывает, давать закат или не давать два с половиной процента, то он должен понимать, что это не его имущество. Оно должно быть возвращено. Не отдать, а вернуть. Это не его деньги, это не волна. Вернуть к бедным, вернуть к тем, кто нуждается. И сахапы ликвал Аллаху алейх были, жили в местности вокруг Руха Мухаммада, как обычно арабы. Аллах субхану ате аля, как говорит про них, «Если ты у них спросишь, кто сотворил небеса и земли, они говорили, сотворил Аллах субхану ате аля. То есть у них не было проблем у сахапов, у Аллаха субхану алейх понимали, кто сотворил небеса, кто сотворил землю. Они знали, что есть Создатель, есть Аллах субхану ате аля. Так они жили. С другой стороны, они также понимали то, что аль-гайбер, то, что будет, то, что невидимо, то, что завтра будет, знает только один Создатель. Знает только Аллах субхану ате аля. Аллах субхану ате аля говорит в Коране, «Кроме Аллаха субхану ате аля знает то, что на земле, где-то далеко, в лесу, в пустыне, в лесу, в пустыне». Листочки, когда с дерева падают, об этом знает только Аллах субхану ате аля. Каждый листочек, который падает, каждый капли дождя знает Аллах субхану ате аля. С этой стороны Бабха Мухаммад саллаллах алейх асалям начнет в их сердцах возрождать понимание об Аллахе. после этого вот этого создателя чтобы у человека Он был трепет великим, который знает все, что в небесах на земле, который знает то, что на дне океана, который знает, когда капает каждые капли дождя, который знает на каждой весточке дерева, Аллаху через аят и в Руане. Поэтому самый лучший призыв это через Ур'ан. Аллах в Ур'ане говорит, что в Ур'ане есть воспоминания для того, у кого есть сердце. Таким образом, в Ур'ане, в Ур'ане, которые боятся средства с Аллаху. Аллаху Субхану А. Через аяты, где сидишь, Субхану А. Сказал, وَلَوَ أَنَّا فِي الْأَرْضِ هِمْ شَجَرَةٍ أَقْلَاءُ هَذَوَ لَلْبَحْرُ يَهُدُّهُ إِمْ بَعْدِي سَبْعَةُ أَبْحُرِمْ مَاكِدًا كَرِمَاتُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Аллаху Субхану А. говорит, если бы на земле все деревья, которые были современными, со времен того, как Аллах сотворил эту землю, до сотого дня все деревья собрать и сделать из них карандаши. То есть только на это направить все деревья этой земли. Все моря, все океаны вместе собрать. И в помощь этим морям еще 7 морей добавить, 7 океанов добавить и сделать из этого чернивы. Не закончится знание Аллаха. Субхану А. Субхану А. Столько знаний. То есть Аллах Субхану А. знание бесконечное и закончится. Через этот призыв Сахапы начали принимать. То есть какой великий Аллах Субхану А. Ну какой знающий Субхану А. Хотя наряду с этим они знали, что есть Аллах Субхану А. но поклонялись еще каким-то другим идолам. Как Аллах Субхану А. Когда у некоторых оставались вот этого, вспоминали о Аллах Субхану А. Через это читал Мухаммад Субхану А. После этого они поняли то, что они думали об Аллах Субхану А. Они поняли то, что они думали об Аллах Субхану А. Неполноценно так, как присущи думать о Нем Субхану А. Какие его великие знания. И поняли то, что их знания об Аллахи неполноценны. Он написал Аллах Субхану А. И Праб Мухаммад Субхану А. К этому пониманию вначале всех сахапы призывал. Призывал то, что Аллах Субхану А. То, что Он Создатель. Через это начинал. То, что Аллах Субхану А. Его знания великие. И признал всех сахапы. Убакр, Рад Аллаху А. У всех остальных. Второе понимание Натар Тркал. Праб Мухаммад Субхану А. побуждал сахапов, чтобы они посмотрели на все креды. Поэтому, как мы говорили раньше, когда человек смотрит на солнце, на полу, когда ночь имеет снадей, день меняется на ночь, ветер, дожди. То есть это в сердце человека пробуждается думать о Аллахе Субхану А. То, что Он Великий Создатель. Какое великое творение, а какой великий творец Создатель Субхану А. У них было понимание, но однако понимание было неполноценно. Он говорит, что он говорит, что он говорит, то Болезнь и Восприятия, после этого Субхану А. после этого Субхану Ваухада и Праб Мухаммад Субхалличеслав читал эти аяты своим положительным. Скажи, вы не верите в Тового, который сотворил землю в течение двух дней? Субтитры делал DimaTorzok 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 Тем самым он показал пример DimaTorzok DimaTorzok